всем привет небольшой тест такой вот лампы здоровой отдельно сейчас укреплю штатив что хотел сказать всегда всегда забываешь слишком низко будет лучше отдельно лампа на ради эксперимента взял цена 375 рублей здоровая светит по моему поярче как-то в мастерской стала немножко по интересней по свету вообще свет отдельная проблема все время хочется добавить света на кухню делал корейские светодиоды одно время их продавали там каждый элемент такой квадратик наподобие этого только чуть поменьше 4 светодиода и лента на 50 штук на 50 штук это много цена там не очень гуманная поэтому данные лампы не знаю может кому будет интересно поставляются примерно световой поток примерно одинаковые там посмотрят самая маленькая из трех на 30 ватт 40 и 50 только размеры больше 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 я считаю оптимальный световой потопом 6 там написано 2 600 люмин но это конечно намного больше скажем так восприятию нежели обычные лампы которые стоят также 375 рублей до этого брал там ранее 400 небольшие наподобие philips а ну как то вот поэффективнее на мой взгляд охват немного больше так утомляю выкину бумажку и такое небольшое видео потрындеть называется заехал закупился остатками вот это вот абразива для грубых работ фибровая еще раз кто не видел зачем это не на болгарку а такой вариант рабочий скажем так вот от этих дисков от стандартных они когда изнашиваются довольно быстро можно все это отклеить и саму липучку если не брать отдельно просто приклеить с обратной стороны на диск дело там небольшой обычно вот этот центр он все равно остается целым не пользуется то есть редко когда сюда заносится инструмент тем более если касается каких-то длинномеров в основном обработка идет на небольших оборотах изнашивается все довольно быстро то есть объем небольшой забивается в том числе и износ я довольно шустро поэтому но взялся небольшой запас потому как данные абразивы буду использовать не особо часто если пойдет может быть и почаще там еще есть небольшой запас в магазине скажем так поэтому ну и такой небольшой вопрос по ценообразованию мастерской что-то все начали снимать на меня тут давай занимать вопросами сколько приносит мастерская среднем нет такого среднем среднем бывает ничего в том плане что большая часть если учитывать я не сразу скажу не учитываю свое рабочее время в том плане как его привыкли учитывать в офисах в каких-то компаниях потому что я могу час заниматься продуктивно делая от души а потом не знаю забить на все пойти кофе попить фильм посмотреть нет настроения называется нефига браться это мое мнение такое универсальная для меня лично если вот нет настроения не лежит душа начинаешь делать и все только портится зачастую либо выходит так как как не нравится и порой приходится переделывать на следующий день там через день все это приходится смотришь думаешь вот блин как так а вот нет настроения так и получается все через одно место но она получается неплохо но нехорошо поэтому ничего хорошего не выходит и посмотрел там много видео знакомых там пообщались еще мастерские они вообще отдельно столярный скажем так далеко не реставрации далеко не металлоремонт такое все относительно оптимальное и спрашивают как рассчитать стоимость но рассчитать стоимость на мой взгляд скажу сразу есть максимальная планка которую хочу я получить и минимальная планка которую хочет отдать заказчик вот компромисс идеальный который вы найдете это есть идеальная стоимость вашей работы если вы сможете отстоять свое мнение как объяснить не то что вот я меньше там тысячи не сделала и наплевать там делают за углом бесплатно здесь делают за сто рублей там делают за пять тысяч а я вот делаю за тысячу и вот хотите соглашайтесь это глупость есть какие-то заказчики со временем нарабатываются которых устраивает ваша работа и вы уже не можете силу обстоятельств сделать хуже но это если вы нормальный адекватный человек да и вообще хуже делать бывает момент у меня были моменты когда спешил одна из причин почему не делаю финиш полностью потому что бывает когда это многое что-то пропустишь момент какой-нибудь участок незаметно он незаметен может быть даже при сильном увеличении а потом вылезает когда ты делаешь предфиниш и не заметил этот момент когда ты подготавливаешь перед отправкой ты этот момент обязательно заметишь потому что проверяешь полностью каждый там миллиметр это один из причин одна из причин и во вторых это климат здесь одну бритву сейчас снял с предыдущего видео не с последнего с предыдущего перешлифовал убрал золоту золото убрал с нее так как там буквально сотка наверно 2 сотки такое иногда встречается редко но попадается сейчас доставать не буду постепенно вылезает на нее коррозия сверху отличная бритва по качеству идеально но вот вылезает просто хранится уже такое не один раз было высокоуглеродистые стали хрома там ноль в целом кстати очень умиляют люди которые утверждают что бритвы мягкие измеряя хвостовик так называемая них там в основном на бритвах закаливалась часть только полотна его как правило на большинстве бритв идет сырой но как там твердомером тыкнуть полностью сведенная не знаю там полное сведение бритвы полная вогнутость глупость но это мое мнение не буду ладно оспоривать у каждого есть свое мнение так что не будем городить огород время расставить все на свои места поэтому ну и в общем к чему все это ценообразование есть заказчик который хочет за 3 копейки есть вы которые хочет за дорого постепенно с опытом конечно смещаются эти грани потенциальный заказчик знает что он хочет у него есть какая-то черта за которой он не хочет переступать вы от высшей точки уже уходите стандартный рабочий свой процесс чем у вас больше опыта инструмента и желание даже не заработать до поддерживать какой-то стандартный процесс стабильность мастерской стабильности этнона основа в общем в идеальном случае сдвигаются рамки вот отсюда примерно у вас обоих до сюда в идеале вы хотите получить какую-то середину все зависит от ваших скажем так навыков общения и той работы которые вы делаете нет никаких высчитываний там добавлять коэффициент времени стоимости материала стоимость это все изначально должно быть включено чем меньше у вас расходки уходит соответственно тем цена уменьшается либо она качественная и износы намного меньше но там стоимость выше но качество работ выше поэтому стоимость ниже в общем нет идеалов каких-то формул оптимали если все рассчитывать по формула времени как работать на дядю но извините если я работал на крупные компании у меня учет за час времени моего рабочего шел в определенную сумму если я буду включать в тот процесс который я сейчас делаю и хочу включать эту сумму там изделия получится золотыми это глупость соответственно если вы получали не особо много и включать это тоже получится тоже глупость нет какого-то идеальной формулы есть то что вас устраивает то что устраивает заказчика но это мой взгляд опять же повторюсь он может быть неправильный все хотят заработать заработок не знаю у нас очень много хотят все денег у нас очень много за мало работы хотят очень много денег чтобы все отбилось все и сразу материалы чтобы заодно за один заказ отбилось примерно там недельное вложение материалов оборудования энергии всего времени но так не бывает вы рассчитываете адекватно что люди то тоже не дураки и хотят то тоже получить какой-то адекватный качественный экземпляр качественное время материалы они тоже не идиоты и понимаешь сколько это стоит редко конечно понимают но примерно представляют стоит им объяснить буквально на пальцах без учета вложения там времени это глупость расходки просто есть материалы есть процесс можно сделать его там грубо говоря за день можно за три если я сегодня сделал это за три часа потом мне все надоело я пошел смотреть фильм пить кофе и я это учитываю в рабочее время это глупость это самая большая глупость чистое время учитывать у нас не привыкли учитывать чистое рабочее время никогда это на самом деле большой фактор надо стремиться не к тому чтобы взять за какой-то час времени денег заказчика за скажем так стремиться сделать за тот промежуток времени которые у вас есть на максимальный эффективность работы вашей и настроения сделать как можно эффективнее качестве не больше если вы будете гнать будет ничего хорошего если вы будете тупить тоже там задумываться и брать за деньги смысла нет золотая середина нужно которое в основном зарабатывается опытом опытом качественным инструментом но в первую очередь опытом и не жадничать жадность ни к чему хорошему не приводит так что в общем мысли вслух так как народу народу интересно коллегам по мастерским по другим в общем мое мнение золотая середина когда вы вот примерно идеальный заказчик идеальный исполнитель вы вот пришли к такому положению а вот золотая середина здесь либо вот к такому наоборот да и каждый может подвинуться примерно чуть-чуть и все будут довольны от работы в первую очередь заказчик должен быть остаться довольно выполненной работой вы должны остаться довольными своей работой и полученными за это средствами независимо большие они маленькие они должны устраивать вас ваша работа должна устраивать заказчика это идеальный вариант для какого-то развития не будет такого какие вы бы материалы не вкладывали время ваше никому она нафиг не нужно ваше время это ваше время ваши материалы это ваши материалы время и деньги заказчика для вас оптимальны то есть если будет заказчиков все остальное не имеет никакого смысла вы работаете просто впустую соответственно дальше работает сарафанное радио какие-то постоянные заказы в основном это постоянные заказы можно заработать у меня бывает там за неделю в чистой прибыли там не знаю три четыре тысячи рублей чистой прибыли бывает 40 50 и основная масса уходит обратно всю мастерскую если что-то сверх нормы на мой взгляд который для меня норма это помимо работы я вкладываю в основном все все равно уходит основная масса мастерскую ну и так отвлечься развлечься что-то купить полезное бесполезное не нужны в общем как то так ну высказал что хотел так что коллеги принимайте как данность а всем остальным может кому-то что полезное так что нефиг там рассчитывать формула есть моменты когда надо рассчитывать какие-то материалы это больше по столярке но хотя опять же там тоже все упирается соревноваться с икеей в изготовлении табуреток на на дешево и качественно глупо в общем жизнь меняется и мы должны меняться так что всем удачи всем пока общем что хотел высказал такой вот момент работаю дальше куча всего жду сезона честно устал уже от мастерской от заказов поэтому надо менять место деятельность там на третью работу как говорится и там уже будет а там удовольствие будет буду делать и соответственно что сделаю то выложу всем удачи всем пока не болейте и радуйтесь